Все автоматически. Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий предлагается назначать и выплачивать в беззаявительном порядке. Проект постановления об этом разработал Минтруд Российской Федерации. Своими руками. С 1 сентября в школьных программах появится урок труда. Предмет будет содержать 5 обязательных модулей и 3 вариативных. К примеру, в число обязательных войдут робототехника, 3D-моделирование. Если говорить о модуле по выбору, в него включены животноводство и растениеводство. Мобильные врачи. 11 санитарных автомобилей Лада Нива Тревел разъехались по медицинским учреждениям 9 территорий края. Машины были закуплены по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Автомобили будут полезны для транспортировки пациентов от районов проживания до поликлиники или больницы. Мнение людей. Более 350 предложений по обновлению общественных пространств в Пермском крае поступило от людей на сайт 59.городсреда. Данные приводит Краевое министерство ЖКХ и благоустройство. Предложение рассмотрят для включения в онлайн-голосования по выбору приоритетных объектов для благоустройства, которое пройдет в следующем году. Нужна помощь? В Соликамске продолжается сбор помощи участникам специальной военной операции. До 5 февраля можно приносить мужскую одежду, средства ухода и не портящиеся полезные перекусы. Телефон для справок на вашем экране.